Садхгуру Намаскарам, что можно сделать, когда ваш супруг эксплуатирует вас? Вы имеете в виду, что делать с собой или с ним? С собой. Нет, на самом деле вы хотите знать, как исправить его. Так? Нет, Садхгуру. Это очень важно. И я обращаюсь сейчас именно к вам. Пожалуйста, садитесь. Очень важно быть честными с жизнью. Понимаете? На самом деле вы хотите исправить вашего мужа. Но поскольку вы сейчас сидите передо мной, вы говорите, «Садхгуру, как мне поменять себя, чтобы лучше вписываться в эту эксплуатацию?» И это не то, чего вы хотите. Вы хотите знать, как исправить супруга. Да или нет? Я обращаюсь ко всем замужним. Если вы считаете его... Мы не знаем, какой он. Мы сейчас говорим не о вашем муже. Я не знаю, как он на самом деле. Но если вы считаете его эксплуататором, очевидно, что вы хотите исправить его, не так ли? Если бы вы считали себя плохой женой, тогда, возможно, вы бы подумали, «Наверное, я хочу измениться». Если же вы считаете кого-то эксплуататором, вы хотите изменить этого человека, не так ли? Но мы не хотим говорить об этом прямо, потому что в нашей культуре не принято. В нашей культуре считается, исправлять своего мужа неправильно. Нужно исправить себя. Если у вас болит голова, проведите операцию на ноге. Тогда нога будет болеть сильнее, чем голова. В какой-то степени это решение. По крайней мере, ваше внимание переключится. Поэтому пришло время. Если нам не все равно, что будет с нашей жизнью, нам надо быть на 100% честными, хотя бы с самими собой. С остальным миром мы не знаем, кем вы работаете, с какими ситуациями вы сталкиваетесь. Мы не знаем, насколько честными вы можете быть. Я не буду вмешиваться в это. Но, по крайней мере, с собой вы должны быть честными на все 100%. Это очень важно. Иначе ничего никогда не изменится ни в вас, ни в вашей жизни. Вы будете только продолжать жаловаться. Многие люди будут жаловаться всю жизнь, потому что они не хотят решать эту проблему. А не просто обходят ее стороной. Итак, нам нужна программа по исправлению мужей. Мы исправили уже очень многих, потому что, когда они становятся медитативными, эксплуатация прекращается, потому что теперь они заняты чем-то другим. я не хочу сейчас разбирать вашу личную ситуацию. Но вам нужно привнести медитативность в свою жизнь и в свою семью. Мы должны привнести это в свою жизнь прямо сейчас. Если вы не можете исправить своего мужа, вы должны хотя бы стремиться к тому, чтобы следующее поколение мужей было другим. Если вы этого хотите, вы должны позаботиться о том, чтобы ваш сын занимался медитацией. Да. Суть медитации не в том, чтобы настроить его против чего-то. Стать медитативным означает, что вы больше не являетесь источником проблем. Где бы вы ни находились, вы всегда только решение, а не проблема. Если вы станете решением проблем, вы станете нужны людям в любой ситуации, не так ли? В любой ситуации, на работе, в семье, на улице, везде. Тот, кто является решением проблем, этот человек нужен всем. Да или нет? Если же вы источник проблем, или вы тот, кто постоянно жалуется на проблемы, никто не захочет вас видеть. Вы должны знать об этом. Но если вы решение проблем, вы всегда необходимы другим людям, в том числе и вашему мужу. Если вы решение проблем для его жизни, вы будете ему отчаянно необходимы. Да? Поэтому это важно. Не только для вас лично. Я обращаюсь сейчас ко всем. Важно, чтобы мы понимали. Мы должны понять. Если мы не сделаем так, чтобы эта частица жизни испытывала приятные ощущения, это самое важное. Если вы сделаете это, после вы сможете решать, нужен ли вам брак или нет, хотите ли вы детей или нет. Все это можно решить позже. Когда это несчастно, не следует приумножать страдания. Да или нет? Мы не ладим с моим мужем, мы не ладим с моей женой, у вас появляются дети, потом еще, еще, еще. Почему? Если вы не ладите, как такое происходит? Потому что мы выбрали жить неосознанно. Я не говорю вам, живите так или так. Что бы вы ни делали, делайте это по своему собственному выбору, осознанно, понимая все последствия. Да? Да? После того, как дети выросли, но мне нужно дождаться внуков. Вы сейчас пришли к тому, что вы результат неосознанного процесса. Ваше нынешнее состояние не результат осознанного процесса. Если то, кто вы есть сейчас, результат неосознанного процесса, вы неизбежно будете несчастны. Да? Каждый должен взять на себя ответственность изменить хотя бы это в своей жизни. Потом уже можно говорить о больших вещах, о достижении вершин осознанности, о мукте и мокше, освобождении. Не произносите эти слова впустую. Не произносите эти слова. Сперва исправьте самые основы. А основы заключаются в том, что кем бы вы сейчас ни были, это ваша ответственность. Либо вы должны набраться храбрости и это изменить, либо вы должны научиться жить с этим. Да? Да или нет? Либо вам нужно набраться храбрости и изменить это, либо вы должны научиться жить с этим. Одно из двух. Просто жаловаться всю оставшуюся жизнь так не пойдет. Мы должны понимать, что когда мы находимся в определенном состоянии, нам кажется, что все против нас. вы должны изменить это. После этого вы сможете решать, какой вы хотите видеть в своей жизни. Если ничего не изменится, у этого будут последствия. Если вы поменяетесь, у этого будут последствия. У всего есть свои последствия. Но пусть это будут осознаваемые последствия, а не беспомощное, неосознанное существование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok